Корней Иванович Чуковский От двух до пяти Глава первая. Прислушиваюсь. Когда Ляле было два с половиной года, какой-то незнакомый спросил её в шутку. «А ты хотела бы быть моей дочкой?» Она ответила величаво. «Я мамина и больше никого иная!» Однажды мы гуляли с ней по взморью, и она впервые в жизни увидела вдали пароход. «Мама! Мама! Смотри, паровоз купается!» Пылко закричала она. «Милая детская речь! Никогда не устану ей радоваться!» С большим удовольствием подслушал автор вот такой диалог. «Мне сам папа сказал!» «Мне сама мама сказала!» «Но ведь папа самее мамы! Папа гораздо самее!» Было приятно узнать от детей, что у лысого голова босиком, что от мятных лепёшек во рту сквознячок, что гусеница — это кто? «Это жена гуся!» «А стрекоза?» «Что стрекоза?» «Ну, а муж стрекозы — это кто?» «Ну, как кто? Стрекозёл!» «А-а-а! Всё понятно!» И весело мне было услышать, как трёхлетняя спящая девочка внезапно пробормотала во сне. «Мамочка, закрой мою заднюю ногу!» И очень забавляли меня такие, например, детские речения и возгласы, подслушанные в разное время. «Папа! Папа, смотри! Твои брюки нахмурились! Бабушка, ты моя самая лучшая любовница!» «Ой, мама, мама, какие у тебя толстопузые ноги!» Наша бабуля зарезала зимой гусей, чтобы они не простудились. «Мама, как мне жалко лошадок! Ну, они же не могут в носу ковыряться!» «Бабушка, да? А ты умрёшь?» «Умру. И тебя в яму закопают?» «Закопают!» «Глубоко?» «Глубоко!» «А-а-а! Ну вот тогда я буду твою швейную машинку вертеть!» Жорж разрезал лопаткой дождевого червя пополам. «Зачем ты это сделал?» «Ну, червячку было скучно. Теперь их два. Им стало веселее». Старуха рассказала четырёхлетнему внуку о страданиях Иисуса Христа. «Прибили Боженьку гвоздями к кресту, а Боженька, несмотря на гвозди, воскрес и вознёсся». «Надо было винтиками!» «Посочувствовал внук». Дедушка признался, что не умеет пеленать новорождённых. «А как же ты бабушку пеленал, когда она была маленькая?» Девочки четырёх с половиной лет прочли сказку о рыбаке и рыбке. «Вот глупый старик!» — возмутилась она. «Просил у рыбки то новый дом, то новая корыта. Попросил бы лучше сразу новую старуху». «Как ты смеешь драться!» «Ах, мамочка, ну что же мне делать? Есть драка, ну так и лезет ты из меня, так и лезет!» «Ня-ня, а что за рай такой?» «Рай? А это там, где яблоки, груши, апельсины, черешни». «А-а-а! Понимаю! Рай — это компот!» «Тётя, а вы за тысячу рублей съели бы дохлую кошку?» «Баба мыло морду моет. У бабы не морда, у бабы лицо». «Пошла, поглядела ещё раз. Нету, всё-таки немножечко морда». «Мамочка, я такая распутница!» И показала верёвочку, которую удалось ей распустить. «Жил-был пастух. Звали его Макар. И была у него дочь. Звали её Макарона». «Ой, мама! Мама, какая прелестная гадость!» «Ну, Нюра, всё, довольна. Не плачу же». «Я плачу не тебе, а тёте Симе. А вы и шишку польёте?» «Да». «Чтобы выросли шишенята». «Ой, дедуля, киска чихнула». «Ну, почему же ты, Леночка, не сказала кошке на здоровье?» «Хм, а кто же мне тогда спасибо скажет?» «Философия искусства». «Я так много пою, что комната делается большая, красивая. Ой, а в Анапе жарко, как сесть на примус. Но ты видишь, ты видишь, я вся такая босая. Я встану так рано, что ещё поздно будет. Но не туши огонь, а то спать не видать!» «Мурка». «Послушай, папа, фантазительный рассказ. Жила-была лошадь, её звали Легавая. Но потом её переназвали, потому что она никого не легала». «Рисует цветы, а вокруг три десятка точек». «Что это такое? Мухи?» «Да нет, нет, это запах от цветов». «А обо что ты оцарапалась?» «Об кошку». «Ночью будет усталую маму». «Мама, мама, если добрый лев встретит знакомую жирафу, он её съест или нет?» «Слушай, какой ты страшный спун, чтобы сейчас же было встало!» «Ялечку побрызгали духами». «Я такая пахлая, я такая духлая!» «И вертится перед зеркалом! Я, мамочка, красавлюсь!» «Ну когда же вы уже со мной поиграете?» «Папа с работы и сейчас же за книгу!» «Мама, барыня такая, сразу стирать начала!» «Всё семейство поджидало почтальона!» «И вот он появился у самой калитки!» «Варя двух с половиной лет первая заметила его!» «Почтальник! Почтальник идёт!» Радостно возвестила она, хвастают, сидя рядом на стульчиках. «Моя бабушка ругается всё! Чёрт, 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 чёрт!» «А моя бабушка ругается всё! Гошпати, 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 гошпати!» Юра с гордостью думал, что у него самая толстая няня. Вдруг на прогулке в парке он встретил ещё более толстую. «Это тётя заднее тебя!» Укористненно сказал он своей няне. Замечательное детское слово услышал когда-то автор на даче под Питером в один пасмурный майский день. Автор зажёг для детей костёр. Издали солидно подползла двухлетняя соседская девочка. «А это всехний огонь!» «Всехний, всехний! Подходи, не бойся!» Слово показалось мне таким выразительным, что в первую минуту я, помнится, был готов, говорит автор, пожалеть, что оно не сделалось всехним, не вошло во всехний обиход и не вытеснило нашего взрослого слова «всеобщий». Я, как и вижу, уличный плакат. «Всехняя работа на всехней земле во имя всехнего счастья!» Субтитры создавал DimaTorzok